МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации и телерадоэ компании Гомель, у студии працея Наталья Гнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Харчового дефицита у регионе нема и не будя. У гандлювых объектах не означают так самое истотнага повышэнне покупницкага попыту. Рашэнне знойдзена. Пасля зварот уже хароу у Аблывы-Канкам, у Сетлагорским и Гомельским районах адрамантовали дороги. Пасевная протягваэцца. Раннея яровая культуры на Гомельщине пасеяны амаль на полове адвэдзенных площаў. А зараз абгэты миншым больш падрабязна. Харчового дефицита у регионе нема и не будя. Павышэнне цен прынамсі на товары айчынной вытворчасті, сама не прадбачыцца. Аднак ў крамах ўсёжня значна павялічыўся попыт на некаторыя виды прадукцыі. Папулярнасць ўзросла ў грэчкі муки, алеі і солі. Напэўна свой уплыв оказываюць навіны з гандлёвых паліц суседніх краін. Спэціалісты гандлю запэўніваюць харчовых запасаў на складах регіонах опіць усім. У гэтым пераканалася наш корэспандэнт Явгеня Кухаронак. Мы на Гомельскім крупзаводзе. Сёня тут перапрацовываюць па 100 тонн зерня грычыхі што дзень. На выходе отрымовываецца 55 тонн готовых круп. Їх упаковываюць і прикладна 70% адразу ж адгружаецца на продаж ў магазіны паўсю Україне. Кліенты наші находяться во всіх частях Респубіки Беларусь. То есть основная маса – это Гомельская область. Работаем також с сетями і с частными організаціями. Також происходит адгрузка на експорт. Запасы сырья, а именно зерна грычыхі, пазавляют нашему комбінату бесперемойно обеспечиваць наших кліентов да нового урожая. То есть до сентября месяца мы спакойно можем работать в штатном режиме. Такая ж ситуація і з іншымі регіональными вытворцамі харчовай і господарчай продукцій. Прадприємствы працуюць ў штатным режимі, а сёняшні складскіх запасов хопіць як мінімум на трох-ча трохмесячную реалізацію. Ніспыняюць адгрузкі і на адкрытым акціонерным товарыцві «Цукаргандаль». Сюды грузовікі з'яжжаюцца з усёй в області, каб даставіць ў крамы самы разнастайныя товары. Напой, макаронные вырабы і консервы, соль, цукар і приправы, але і дитяче харчавання. Черга узмашын мы не назіралі. З одного боку адгружаюць, з іншого напаўняюць склады. Буквально, наверное, один день на этой неделе зафиксировали небольшой такой всплеск интереса покупателей к отдельным товарным групам, но даже вот этот всплеск, он можно характеризовать, как это торговля предвыходного-выходного дня. Буквально 15-20% прирост по реализации отдельных груп товаров наше отечественное производство, которое у нас наши производители, оптовые организации готовы поставить в необходимом количестве. То есть настроение, конечно, у торговли поднимается, но обычная рабочая атмосфера, обстановка, режим, объекты наполняются. Тому райм робить покупки з розумом, не створать ажиотажу і не забывать про тое, что во всех продуктах есть термин придатности, даже в гречке. Евгения Кухаронак, Валерия Панько, телерадио и компания «Гомель». Не застаться у Баку. Белорусский республиканский союз молодых инициировал организацию горячих линий по вопросам, которые так или иначе связаны с темой коронавирусной инфекции. Об этом во время брифинга журналистам рассказала другий секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Юлия Липовская. Попередня телефонная линия буде працювать до конца наступного тыдня, але при необходности термін протягнуть. Яна призначена для оказання консультатывной допомоги у першу чергу пожилым і одиноким людям. С допомогой горячей линии можна, наприклад, доведаться, куди звертаця при з'явлении прикмет коронавирусной инфекции альбо як заказать продукты, не выходячи з дому. В эти дни по линии Союза молодежи планируется организация работы 27 прямых телефонных линий. Линии будут работать в каждом районе Гомельской области и 5 в городе Гомель. Это 4 района, одна городская. Кроме того, еще одна горячая линия будет работать при нашем областном комитете Белорусского республиканского союза молодежи. Телефон горячей линии областного комитета БРСМ 56 33 15. По им можно доведаться и об номерах районных организаций. Усе контакты худко з'явятся у группах БРСМ у социальных сетках. Незабывная боль и смуток. Под час войны у азарыцких лагерах смерти от хвороби голоду загинуло коля 17 тысяч человек. 33 с половой тысячи были вызволены 19 саковека 1944 года. З нагоды гэтай даты у Калинковицким районе пройшов жалобный митинг. Азарыцкий лагер смерти у васабляет всю жорсткость фашизму. С саковеку 1944 года немецкие солдаты сагнали сюда коля 50 тысяч мирных жахаров. Жанчин, детей и людей сталого взрослого. Им не давали ежую воду. Яны не имели даху над головой. А кроме того, вороги выкористовывали вязня у якости биологичной сброи, как запустить эпидемию тыфу. За 9 дней у лагеря загинуло 17 тысяч человек. 19 саковека остатних вязнях вызволили советские солдаты. Что год у гэтую дату сюда приезжают ты, а кому удалось выжить. С кожным годом их становится все меньше, але память заховывают их нащадки. Почас митингу проходит церемония передачи останков летчика-знищальника Павла Ярошенки на его малую родиму у Слабинский район Краснодарского края. Для этого у Калинковича приехала делегация из России. Останки летчика были найдены у Кастричнику минулого года. Местовый Жихар показал пошуковому отраду место, где разбился советский самолет. Работа с документами подтвердила, что в районе Заричи 16 января 1944 года в воздушном бою был сбит именно этот летчик. Место падения нужно было подтвердить поиском деталей самолета с номером, чтобы подтвердило, что именно здесь Ярошенко. Ну и возможно были найдены какие-то фрагменты летчика. Ну получившие разрешение от местных властей были проведены поисковые работы. В первый же день был найден деталь с номером. Друзья с Бреста, поисковики из Москвы, нам буквально за 10 минут дали данные по номеру самолета, что это Як-1Б подтвердилось. И буквально через несколько дней с Москвы нам тоже друзья помогли, определили, что номер самолета привязан именно к Павлу Трифановичу Ярошенко. Ну и дальше уже были запросы официальные в архивы, прислали официальные документы. И была проведена работа по поиску родственников. Племенники советского летчика Павла Ярошенко попросили кабин был похованный во Усть-Лабинску, побочь со своим братом. Урочистая церемония передачи останков и особистых речев проходила под залпы сброи. Так само российской делегации передали листы, которые зачитают при поховании Павла Ярошенко. Там есть еще живая жена брата родного, 92 года, и захоронен на нашем городском кладбище его родной брат, старший. Будет торжественное подзахоронение к брату. Там уже с администрацией все вопросы мы уже определили, решили, просто ждут нас. Соответственно, будем ждать родственников, потому что живые два племянника. В Воронеже один живет, один живет в Санкт-Петербурге. Кто из них приедет, ну, приедут двое, вообще будет хорошо. Приедет один, тоже неплохо будет. Митинг, присвеченный 76-й годовине вызволения лагера смерти у Азарыча, завершился ускладанием кветок до мемориала. Ганна Корольчук, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазырска» Линковицкого района. 75 яблонев, як символ переможной для народа даты, посадили сёння побашь вспомникам советским воинам, які знаходзіцца на троллейбусной вулице. Инициатива належить громадскому аб'яднанню «Белая Русь» чагунышнага района Гомеля і яго керавництву. А кроме того, побашь з новым садом з'явіўся памятны камень, надпис на якім поведамляе. Аллея памяті закладзінае ў гонор 75 годзе перамоги ў Великай Айчынай вайне. Нашы корреспондэнты пагутарылі зудзельніками меропрыємства. Аллегу Плендову, ветерану Великай Айчынай 97 гадоў. Сёдня яго уліку інших поважаных людзей запрасіли на урачыстую закладку аллеў. Наш замляк каже, што ўже уявляе, якім прыгожым стане гэтае месца празнікалькі гадоў. Квітнеючы сад будзе ўвасабляць пераможны і непахісны дух ўсяго народа. Я віжу, што ўчын торжестіно. Ну, я могу себе представіць, какой сад тут будзе цвітушчы. Дзесітано будзе красивае месца. І вот людзе, каторые тут лежат, как-то именно достойны им окружэння. Такі акціы ў Чагунышным районі праводзець рэгулярна. Новая квітнеюча аллеў не толькі ўпрыгожуваць памятные месца, де пахаванныя загінушыя пачас вайны. Аллею Вогуле робець наш горад божзялёным. Аллея памяти, она не первая у нас на территории Жизнодорожного района. Буквально в преддверии 75-летия освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков на очень памятном месте, где восстановлен памятник зенитчицам, была высажена аллея памяти. Это 22 яблоней и 8 вишен. Именно в потомках тех героев течёт кров победителей Второй мировой войны. Мы всегда должны этим гордиться. До святкования Дня Пирамоги тут закладуть капсулу для нашатков. Яна будзе змешать зворот до гамельчан, яким на Конавана отзнашыць стагодзе Великой Пирамоги. Марина Джалая, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадио компания «Гомель». Рамонт дорог – пытання актуальные для усіх регионов, особливо у сельской мясцовости. Разом с тым и яно може быть поспяхово вырашено. Наши корреспонденты ознайомилися з некаторыми зворотами, які поступили у областный виконавчий комитет. Вёска Росова односно молодая. Паводля письмовых крынец яна ведома с 19-го стагодзе. Сёне тут живуть крыху больше, як 160 человек. У планах керавництва Светлогорска гара и виконкама вглючение гэтага населенного пункта в городскую мяжу. Позже чагой его площадь насильництва повеличатся. Загорзть будовництва индивидуальных жилых домов. Так само продуглежено будовництва объекта Уганду социального и культурного призначения. Мясцовые жихары супротив таких планов не перечать. Але одну просьбу выказывали на протягу некольких годов. Заасфальтовать дорогу за великого потока транспорта утворалось столько пылу, что дыхать было вельми складано. Пытание выращалось после звонка на промую телефонную линию, якую в Светлогорске проводил старшиня Аблова-Конкама. Постоянно в Чирковский сельский исполнительный комитет поступали обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дороги по улице Центральной в деревне Росова. Этот вопрос стоял у нас на контроле, но в связи с недостаточным финансированием дорожных служб асфальтировать было невозможно. Поступили деньги и в данный момент дорогу по улице Центральной в деревне Росова заасфальтировали. Жихары везки Плесы Гомельского района с просьбой отрамантовать дорогу так само звертались урозные инстанции на протягу некольких годов. До межи города отюлькали двух километров, які остались саправдной пирожкодой для вязковцев. Люди, які анимают уласные машины, могли трапить у Гомель-почегунцы. Але тягник спиняется тут только двойче на день. Нават таксисты ехать у Плесы отмавлялися. Пытание выращалось после письмового зворота у Аблова-Конкам. Самой было такое. Таксист приехал на Конечную Волтовую. И сказал, да я никогда в жизни не поеду на Ваши Плесы. У нас когда-то было это, маршрутку даже давали, когда мы писали, писали. Не маршрутку, а такой пазик ходил. Ну он походил, походил месяц, может быть. А потом сказал, слушайте, кто будет ездить по Вашей дороге? Я только ремонтирую свой этот пазик. И все, перестали. И приезжали, и обещали, и все никак. Ну а в этот раз мы даже удивились, честно говоря. Вот написали письмо. Это письмо, это было, наверное, с месяца где-то назад, может, чуть больше. В райисполком наш написали, и в облсполком написали. И нам написали ответ, что да, и сразу как-то быстро, в течение каких-то там ответ пришел, и уже в течение 10 дней нам засыпали дорогу. Немножко так подправили. И то для нас это радость. Алексей Тюром, Арына Джала, Евген Макенко, Тель Радоакомпания Гомель. Погуторить по телефону с представниками мясовой улады жихары нашего региона смогут завтра. 21-го соковика на пытание граждан откажет наместник старшины Аблова Конкама Владимир Горбачев. Звязаться с ним можно по номеру 33-12-37. Так само в эту суботу правую линию проведет наместник старшины Гомельского Гарва Конкама Сергей Андреев. Телефон для субизи 51-45-58. Прамоя линии будут працавать, як звычайно, с 9 ранницы до 12-1. Уголовным управлением Аховы Здоровья Гомельского Аблова Конкама новый начальник. Им стал Миколай Кудзинчук. Он народился у Драгичине Брестской области в 1969 году. Скончил Минский Державный Медицинский Институт и Белорусскую Медицинскую Академию после дипломной эдукации. Працовную деятельность починал урачом-терапевтом Речицкого Территориального Медицинского Объединения. Прос 4 годы стал наместником Головного Урача Установы и працавал на этой посаде 10 годов. У 2008 годы назначены наместником начальника Головного управления Аховы Здоровья Гомельского Аблова Конкама. У 2018 годы узначали у предприемства БелМедтехника. Згодно с оперативными дадзинами Минсель Гасхарча, ранние яровые культуры на Гомельщине посеяны на 44% отведенных площав. На палетках працуют у всех господарки в области, причым працовный день механизаторов, звычайно, складая каля 12-1. У гэтым годзе практична усе районы сутыкнулись с проблемой недохопу вильхати у хлебе, а тому работа необходна завершить у оптымальные термины. Наши корреспонденты наведали Хойницкий район. Звышені птушынага палету працэс сяубыра нехеровых выглядае вельмі малявниче. Бадай адзіна, што засмучає, великие в облакі пылу вакол тракторов. Непасрэдны механізаторы ад яго наурадці пакутаюць. У сучасных машинах ёсць кондэціонеры. Пыл пакашык таго, што глеба сухая. У господарка кажуть, што там, дзе рані нельга було сіяць за высокой вильгати, сё літа техніка проходзіць без проблем. Махчымай рызакі тимбольш неприємнае, што ў гэтым годзе до пылявых робот подрахтаваліся зусім нядрэнна. В районі на сьогоднішній дзень проблем с пасівною нет. Техніка підготовлена во всіх хазяйствах. Топлівамы обеспечені. Семіна підготовлені, пратравлені, пратравітелі єсть. Тому всі хазяйства активно виїхали в поле і трудяться. На пастоянному контролі райсельгас харшу і якась сяуби. У тім жа Хойніцькім районі спеціалісты ваїжаюць на паліткі што дзень. У вініку порушення технологічних потребуваннях роботи спынєць. Правда, пакуль такі випадок був зафіксований тільки адноючы. Нечасто. У нас в одному хазяйстві було, все исправили. Но в основному семіна заделаються, все, сейлка ваїжаєць, все нормально. Усірга з предприємства Хойніцького району кажуть, што підрыхтоку техніки до палівых робот проводзіли уаснованым уласными силами. А праща таго тут отримали шість трактарів, набытых за сродки обласного бюджету. Процес аднаулення технічного парку сьоня у вогулі актуальны для шмат яких господара Гомельской в області. До гэтага часу на палітках можна убашыць техніку, термін використання якой набляжаецца до 30-ти годів. Ільшая справа, што адмавляецца ад яе, пакуль не збіраюцца. Не глядзіши на узрост, працуюць кіраўцы у целым надіяна. Дарыши у Хойніцьким районі імпартной пасявной техніки зараз нема у вогулі. Добр працаваць можна і на айчынных узорах. Асабліва, калі у механізаторів є для гэтага стымол. Для механізатору заработали розценки і плюс все приміяння. Значы розценка, якщо вони випалняють норму, увеличиться на 300%. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Євген Макенка. Телерадоакампанія Гомель. Хойніцький район. Нажаль, надвор я на выходных не будзе спраять планам агрария. У 21-го соковіка ў Беларусі чыкаюцца мокрый снег з дажом і парывістый ветер. У субботу ў нашым регіоне будзе воблачна с праясненнім і пройдуць невялікі япаткі. Ветер пауночны 5-7 метрів за секунду. Температура па ветра ў ночі складзі от 2 до 4 тепла. У дзень будзе до плюс 8, а ў недзеле ўжо нашмат халадней, каля нуля ў дзень і до минус 4 ночу. Мак чымы моцны снех і завіруха. Марозным будзе і панядзелак, праўда без апаткав. Істотна характарна двор я змініцца толькі сяредзіны наступна гатыдня. Гэты, а так сама іншыя новіны, інформацію аб праектах телерады о кампаніі Гомель вы можыцца знайсці на нашым саеці ў інтернеці па адресі www.tvrgomel.by. Нагэтым випуск завершаны. Усіху добрага і до новых сустріч у ефірі. Де-факто на телеканале Белару-4 в студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте! Оперативники нашли подозреваемого по делу ограблений пенсионерки в подъезде её дома. Кримінальні события произошли в Гомеле в ноябре прошлого года. Жертвой грабежа стала 64-летняя местная жительница. Преступник застал её врасплох, когда она ждала в подъезде своего родственника. В тот момент неизвестный мужчина прямо на лестнице открыто похитил её сумочку. Внутри находилось два мобильных телефона, зарядное устройство к сотовому, кошелёк с наличностью, банковская дисконтная карты. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. На днях оперативники уголовного розыска советского РОВД Гомеля установили личность мужчины, который может быть причастен к преступлению. Задержан 27-летний неработающий гомельчанин, ранее судимый. В настоящее время следователи и сотрудники милиции проводят неотложные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств совершения преступления. Стар да удал. Самодельный пистолет, порох и патроны изъяли правоохранители у 52-летнего жителя Чечерского района. В рамках проведения мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств милиционеры обнаружили и изъяли у мужчины самодельный пистолет, 15 патронов 16-го калибра к охотничьему гладкоствольному ружью, а также смесь дымного и бездымного пороха общей массы около 300 граммов. Все находки были отправлены на экспертизу. Она показала пригодность всего вышеперечисленного для стрельбы. В отношении бывшего владельца оружия возбуждено уголовное дело. Накануне вечером в Жлобинском районе мужчина остановил свой автомобиль посреди моста через Днепр, вызвал спасателей, разделся и прыгнул в реку. На поиски бросили сотрудники от свод и милиционеры. Звонок на линию 101 поступил в 18.38. Мужчина сообщил о своих намерениях. Через несколько минут уже в милицию звонили очевидцы. Они видели, как прыгнувший вынырнул и поплыл к берегу, однако вскоре скрылся из виду. Работники освод и сотрудники РОВД ведут поисковые работы. Семь человек эвакуированы из-за пожара многоэтажки в Гомеле. Горела квартира в доме по Рижскому проспекту. Сообщение о ЧП поступило днем 19 марта. До приезда спасателей хозяйка квартиры 1967 года рождения самостоятельно покинула жилье. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения ее госпитализировали. К моменту прибытия спасателей огнем полыхал балкон двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. Работники МЧС эвакуировали жильцов квартиры этажами выше. В том числе двоих детей. Никто в медицинской помощи не нуждался. Пожар ликвидировали. Огонь повредил имущество на балконе, стены и потолок квартиры. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Это была последняя информация выпуска. Следите за происшествиями Гомельского региона вместе с де-факто и оставайтесь на Беларусь-4. Далее о новостях из первой лиги. Футбольный клуб Гомель отдал в аренду двух игроков. Данила Крухтанов до конца сезона отправился в Светлогорский «Химик». Петр Сгурский ближайший игровой год проведет в столичных Крумкачах. Кстати, завтра «Зелено-белые» сыграют очередной спарринг. Матч с «Лидой» пройдет в Минске. Светлогорский «Химик» и «Речицкий спутник» будут выяснять отношения в Гомеле. Игра состоится на поле стадиона с дюшер номер 8 завтра. Начало 17.00. Завтра состоятся матчи 20-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Напомню, что пройдут они без зрителей. Ассоциация мини-футбола обещает интернет-трансляции. Представители нашего региона играют на домашних аренах. В 14.00 на паркете спорткомплекса «Локомотив» начнется противостояние БЧ и «Динамо-БНТУ». Параллельно в Светлогорске будет проходить встреча ЦКК и УВД «Динамо». В 16.30 на арену «Локомотива» выйдут ВРЗ и «Дорожник». Завтра состоятся очередные поединки в мужском гангбольном чемпионате Беларуси. Гомель отправится в Брест, где сыграет с сильнейшим клубом страны последних лет – БГК имени Мешкова. Игра пройдет на паркете дворца «Спорта Виктория». Начало в 16.00. На этом пока все. С новостями «Спорта» ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.